— Если с рентгенологическим и шаблоном описания есть некие сложности, то с морфологическим как будто бы сложности нет. То есть этот протокол существует давно, и он адаптирован в мире, но, к сожалению, в Российской Федерации он не применяется, и те подробности, которые должны быть указаны в протоколе, в том числе предиктивные факторы, которые также необходимо указывать, они, как правило, по моему опыту достаточно многолетнему, они не указываются. Что мы внесли нового в тот протокол, который адаптируем в том числе морфологически в настоящее время? Ну, во-первых, мы в соответствии с рентгенологическими параметрами хотели бы все-таки указывать четко макроскопический тип роста, о котором говорила Ксения Александровна. В связи с тем, что мы также помимо материала после резекции и геймогипотоктомии, мы оцениваем и материал после трансплантации. Соответственно, в комплексе с рентгенологом, в компании с онкологом мы оцениваем и материал эксплантов, в том числе печени. И, соответственно, тем томограммам, соответственно, тому лечению, которое было проведено, мы, соответственно, и оцениваем этот материал. В связи с тем, что в настоящее время у нас проводится клинический протокол с использованием неадювантной химиотерапии, либо каких-то других методик, в том числе локорегионарных, мы внесли соответствующие изменения и в протокол макроскопического, а также микроскопического описания. Вот такие изменения, они помечены красным, но хотелось бы, конечно, в настоящий момент сконцентрироваться не на всех далеко параметрах, а на тех параметрах, которые мы можем сопоставить в первую очередь с рентгенологом. И то, собственно говоря, чем мы сейчас занимаемся, и та экспертная группа, которая сейчас существует, наша рентгеноморфологическая, она как раз занимается сопоставлением морфологической картины и, соответственно, рентгенологической картины. Хотелось бы сконцентрироваться на нескольких моментах. Это то, как мы, собственно говоря, стадируем наш материал и как мы оцениваем узел либо сателлиты, что это такое. Сейчас я поподробнее расскажу об этом. И о микрососудистой инвазии, которая также имеет большое значение и считается независимым предиктивным фактором прогноза. Итак, что касается оценки распространенности гепоцеллюлярного рака. Мы, как морфологи, используем классификацию ВОЗ. Последние пять лет это вот такое видение оценки распространенности гепоцеллюлярного рака. Как мы воспринимаем процесс в печени при гепоцеллюлярном раке? Если существует несколько отдельных узлов, причем они существуют в различных сегментах печени, то независимо от того, какая дифференцировка в этих узлах, процесс мы можем характеризовать как мультицентрический. Если в печени существует доминантный узел, а по периферии располагается некоторое количество узлов, они воспринимаются как сателлитами, и классификация ВОЗ считает их внутрепеченочными метастазами. Это такое видение, вот то, что предлагает классификация ВОЗ. Однако, в отличие от классификации ВОЗ, азиатские коллеги в том числе предлагают некоторое иное восприятие распространенности процесса. Например, если говорить о сателлитах, то что считается сателлитами? Сателлитами считаются узловые новообразования, которые располагаются не более чем 20 мм от основного узла. При этом они также, как и классификация ВОЗ, считают их фактически внутрепеченочными метастазами. Однако, существует разница в отношении тех внутрепеченочных метастазов, которые располагаются на расстоянии более 20 мм от основного узла. Они уже однозначно называются внутрепеченочным метастазом. И что отличает сателлиты и внутрепеченочные метастазы от основного узла? Грейт может быть намного ниже. И между основным узлом и внутрепеченочными метастазами молекулярно-генетический профиль будет сходным, то есть аналогичным. Однако, бывают такие ситуации, когда мы, в частности в эксплантах, видим узловые новообразования в иных сегментах печени, не приближенных к основному узлу и также более 20 мм от основного узла. Однако, их грейт будет намного выше. И в таком случае, если это в дальнейшем можно было бы подтвердить на уровне молекулярно-генетическим, таким образом, этот процесс мы можем считать синхронным. Почему это важно? Потому как пациенты, у которых выявлены именно внутрепеченочные метастазы, а не синхронный гепатсулярный рак, их прогноз будет намного агрессивнее, намного хуже, чем у пациентов с синхронным раком. Вот таким вот образом выглядят сателлиты. Это как раз сателлиты, которые были выявлены на расстоянии основного узла. В данном случае мы здесь демонстрируем те сателлиты, которые подверглись химиомболизации, то есть они точно так же среагировали на терапию. В чем здесь проблема может быть для нас, как для морфологов? В принципе, вот, например, такая ситуация, когда в материале экспланта, в других сегментах, мы обнаруживаем в иных сегментах, чем основной узел, различные узлы. И, в принципе, морфологически мы трактуем это как ранний прогрессирующий рак. То есть это рак, размер которого не превышает 2 см по морфологическим критериям. Но считать нам это как метастаз или как все-таки процесс, который существует синхронно с основным узлом. Это можно было бы сделать на морфологическом уровне, если сравнить основной узел и, соответственно, тот узел, который располагается в другом сегменте. Да, это возможно, если, предположим, основной, то есть таргетный узел не подвергся химиомболизации. И в том случае, даже если там не полный эффект, мы могли бы какую-то свою гипотезу составить. Но как раз вот эта ситуация, где таргетные узлы были с полным лечебным эффектом. И однозначно сказать о том, что это синхронный процесс или это внутрепечёночный метастаз, не совсем возможно. Какие варианты? Либо мы имеем биопсию до лечения, в данном случае мы её не имели. Но ещё один вариант, и я адресую свой вопрос Ксении Александровне. Возможно ли оценить степень дифференцировки гепатцеллюлярного рака на уровне МРТ? Интересный вопрос. На самом деле, возможно. Но при использовании гепатодропного контрастного средства мы будем ориентироваться на характер, на интенсивность накопления опухолевого узла в гепатспецифическую фазу. В соответствии с полученными данными можем предполагать тот или иной грейд опухоли. Однако по литературным данным чувствительность и специфичность пока что не близка к идеальной. Есть ещё один вариант, который, к сожалению, пока в рутинной практике тоже достаточно сложно использовать. Это радиомические модели. Возможно, в будущем они будут более доступны для нас и будут более понятны, и мы их сможем применять тогда, когда нам это необходимо. Спасибо большое. В отношении микрососудистой инвазии также есть свои сложности, особенно на морфологическом уровне. Если макрососудистая инвазия отлично диагностируется рентгенологом, то и для нас, морфологов, это бывает не всегда возможно. А микроскопическая микрососудистая инвазия – это достаточно сложный процесс, несмотря на то, что существуют определённые методики, как, например, детальное исследование зоны фиброзной псевдокапсулы, то есть той зоны, которая окружает непосредственно узел. И несмотря на это, несмотря на такой детальный подход, всё равно частота инвазии не настолько высока, то есть процент её от 15 до 60%. Поэтому если вы обращаете внимание на наши морфологические ответы, то частота инвазии очень редко встречается, особенно в материале диагностических биопсий. В настоящий момент морфологи из Китая и достаточно хорошо адаптированном протоколе пользуются вот такой схемой о группах риска в отношении микрососудистой инвазии. В данном случае оценивается количество сосудов с опухолевыми эмболами в просвете, независимо от их размера. То есть это могут быть и синусоиды, и венулы, и капилляры. То есть фактически всё мелкое сосудистое русло, которое имеет отношение к паренхиме печени или к фиброзной псевдокапсуле. Какие сложности и как мы можем их иногда решить? Это материал диагностической биопсии. И если у нас есть подозрения даже уже на уровне диагностической биопсии, мы можем прибегать к иммунгистохимическому методу. В данном случае он развеял наши сомнения. И вот таким коричневым цветом изображены как раз сосуды псевдокапсулы. И в просвете при большом увеличении микроскопа можно увидеть немногочисленные клетки гепоцеллюлярного рака. То есть в данном случае мы можем сделать вывод о том, что да, действительно есть микрососудистая инвазия. Здесь она выявлена в просвете сосудов разного калибра. Как правило, это сосуды портальных трактов. Можно увидеть достаточно крупные эмболы. То есть это уже достаточно неблагоприятный прогноз. Более интересная ситуация, когда инфильтрация клетками, то есть это кластеры опухолевых клеток гепоцеллюлярного рака, выявляются не в сосудах, а в синусоидах. В таком случае они выглядят как фактически узелки. В данном случае это материал экспланта. И не формируя вокруг капсулы. Это было выявлено, например, такая ситуация не рядом не в фиброзной псевдокапсуле, не на расстоянии, предположим, некоторого количества миллиметров, а достаточно далеко от зоны узла. То есть для того, чтобы выявить микрососудистую инвазию, все-таки детальный подход к оценке материала очень и очень необходим. И, наверное, выводы, к которым мы пришли, работая в том числе и с тем клиническим протоколом, в котором мы все участвуем. Большое спасибо, что все нас привлекли, потому как это нас подвигло к тому, чтобы заниматься более плотно многими не совсем ясными для нас темами. На наш взгляд, на данном этапе не существует единой терминологии при описании пациентов с гепоцеллюлярным раком. И существует определенное недопонимание. И, конечно, это требует более методичного подхода, в том числе с привлечением группы экспертов, группы специалистов. На наш взгляд, также необходима разработка и внедрение в рутинную практику врачей-рентгенологов и патоморхологов определенных стандартов. И я думаю, что необходимо продолжать наше сопоставление морфолого-рентгенологических данных, потому как это достаточно важно и все-таки повлияет, я думаю, на судьбу пациента. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Анатольевна.